Родители отказываются отпускать детей в школу. Такой протест жители поселка Исаева в Карасайском районе выразили местным властям. Это связано с тем, что в ауле нет дорог. Каждый раз, выходя из дома, взрослые дети вынуждены ходить по колено в грязи. Сельчане неоднократно обращались к местным властям, но в ответ получают лишь обещание. В этом убедился и мой коллега Денис Зимцов. Обещанного ждут три года. Эта пословица может стать гимном села Исаева. Осенью 2017 года заместитель Акима Ельтайского сельского округа Бекжан Абжан обещал, что строительство дороги в новую школу будет начато, как только спадут холода. Тендер на проведение дорожных работ три месяца назад выиграла ТО Еламан. Засыпана гравийно-щебеночная смесь. Асфальтировать дорогу будут весной следующего года. Заявку мы уже подали. Как только будут выделены деньги, сразу же эта проблема решится. Тогда жители ему поверили и стали ждать. Но дороги как не было, так и нет. А чиновник за это время дослужился от заместителя до Акима округа. С того дня прошло уже три года. И сегодня жильцы снова слышат те же самые обещания. Сейчас деньги уже выделили. Мы ждем, когда наступит хорошая погода и откроют карьер. Тогда сразу же начнем строительство. 10 марта откроется карьер, и потом мы сразу же приступим. Во второй раз жители не были столь доверчивы и вышли на митинг близ школы. В знак протеста они запретили своим детям посещать занятия, так как дорога от дома до учебного заведения больше напоминает полосу препятствий. Уже несколько лет жители поселка Исаев вынуждены передвигаться по таким дорогам. А легковые автомобили запросто застревают. А дети ходят по этой дороге в школу. Самой популярной обью в поселке являются резиновые сапоги либо галоши. Перед входом в школу для детей поставили ведра с водой, в которых они должны помыть обувь, иначе их на порог учебного заведения не запустят. Сельчане не намерены больше ждать и мириться с происходящим, и будут писать жалобы в соответствующие органы. Я мамочка, у меня есть маленькие дети. У меня, например, плановый осмотр в поликлинике. Как я пойду? Ни коляска не проедет. У меня поликлиника 2 километра, до дороги идти. Как? Берешь ребенка на руки, а мне их двое. Как я их возьму? Двоих несу. Мы сейчас только с Акимом говорили. Аким говорит, вот, они должны там в апреле начать. Потом перезвонили, говорят, в марте 10-го. Потом говорят, что погода, если хорошая будет, может, даже раньше. В Акимате Карасайского района заявили, что деньги уже выделены, и строительство начнется, как только позволят погодные условия. Из 24 километров дороги в поселке, 7 километров уже посыпали гравием. В этом году на эту дорогу было выделено 500 миллионов. Сейчас, как только снег растает, с начала марта приступим к строительным работам. Кроме того, жильцы жалуются на отсутствие освещения, стихийные мусорные свалки и бродящих собак. Сельчане все же надеются, что в этот раз их не обманут, и их дети смогут безопасно добираться до школы. Денис Зимцов, Ганика Луов, телеканал Алматы, Алматинская область.